Давайте мы разделим понятие выгул без поводка и самовыгул. Самовыгул – это когда владелец отпускает своего питомца, просто открывает дверь квартиры, либо калитку своего участка, и животное идет дальше само, куда оно хочет. То есть вот это то, что мы называем самовыгул. Это, безусловно, история опасная. Накануне Госдума в третьем чтении приняла закон о безнадзорных животных. На что он повлияет? Прежде всего он призван регулировать свободное передвижение домашних животных, поскольку самовыгул может представлять опасность в первую очередь для окружающих. Согласно статистике, более 40% нападений собак на людей было совершено именно животными на самовыгуле. Однако не стоит забывать и о том, что животное важно контролировать и во время обычной прогулки. Тут уже речь идет о том, насколько владелец посвятил времени своему животному, своей собаке, научил ее подзыву, научил ее ходить рядом. И если у владельца со своим питомцем хорошая коммуникация, то в целом в прогулках без поводка нет ничего плохого, если я управляю своей собакой, если я могу предотвратить команду ее подход к другим людям. Также планируется введение штрафов за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без наморника и поводка. Размер их составит от 1 до 3 тысяч рублей. Собаки нападают на детей, на взрослых, и это очень вызывает большой общественный резонанс. И вот эти новые изменения, которые были внесены, они вот эти моменты будут предусматривать. То есть, если нельзя будет выгулять собак там, где это запрещено, и необходимо будет специальное, так скажем, обмундирование, намордники, защита для собак, чтобы они не представляли опасность для окружающих. Ну а вообще есть вещи пострашнее, чем штраф. Самовыгул может быть опасен не только для людей, но и для самих питомцев, в том числе кошек. Если кот случайно наткнется на стаю бродячих собак или на того же пса на самовыгуле, это может кончиться для него очень плохо. Конечно же, отпускать животное на самовыгул, это просто вопрос времени, когда с ним что-то случится. То есть, на него могут напасть другие животные, ему могут причинить вред люди, животное может попасть под машину. Ну, то есть, на самом деле, вариант, ну, может просто не найти дорогу домой, это будет потерянное животное, которое пополнит перед безнадзорным животным. Чтобы прогулки с питомцами были безопасными как для вас, так и для окружающих, эксперты рекомендуют уделять своим любимцам больше времени. Заранее продумывать маршруты прогулок. Если есть такая возможность, посещать специальные площадки для собак. Здесь они точно смогут свободно передвигаться без амуниции. Маргарита Михайлова, Универньюз.